Очень много недостатков выявлено в части того, что не является гарантийным случаем. То есть мы имеем место с тем, что жители нашего города не совсем бережно относятся к тому, что для них душой построено. Не хватает дощечек в лавочках, разобраны полностью переходные дорожки из брусчатки, разломана сцена. Ну и вы сами видите, какие недостатки имеются. Это то, что нужно будет восстанавливать снова из бюджетных средств. Что касается гарантийного случая, то мы видели в одном месте пролегание брусчатки, провалы по досточкам. Здесь немножко у нас тоже выпуклости имеются. Но с подрядчиком мы все это осмотрели. Подрядчик признает эти гарантийные случаи и в безотлагательном порядке будет устранено. Потому что мы с нашими подрядчиками отрабатываем все в самые предшественные сроки. И могу сказать, что еще никто из подрядных организаций, с которыми мы сейчас работаем по всем формам благоустройства, отказался от исправления именно гарантийных случаев, которые, к сожалению, тоже имеют место. А по качелям что у вас? Так на кого это было? И что это делается? Для детей я понимаю, что у нас молодежь такая. Ну, это понятно. Все это рабочие моменты, и поэтому буквально на днях мы обсуждали с руководством этот вопрос. И у нас все-таки будет организация, которая будет обслуживать. В настоящее время она уже определена, и вам об этом будет сообщено дополнительно. То есть работа в этом направлении ведется. Потому что то, что мы вкладываем в наш город, оно должно быть сохранено, и все это должны видеть и понимать. В течение какого времени? За лето подрядчик должен быть? В безотлагательном порядке. То есть каждый день на связи и каждый день мониторим и проверяем, спрашиваем с ним. Конечно, не так быстро, как бы хотелось, но на это уходит пару недель. Потому что у каждого свои сложности, свои объемы. Но тем не менее в рамках правового поля отрабатываются всевозможные варианты. Ну вот в целом, за два года, да, площадь. Это хорошо ли, но постояло? Так, со стороны? Ну, в принципе, да. То есть если сравнивать с другими формами, которые где-то, может даже похоже, площадь отстояла. Если принимать во внимание тот факт, что здесь проводятся массовые мероприятия, где имеется достаточное скопление народа, да, то елка устанавливается систематически. То, конечно, поток большой граждан проходит через эту площадь. Думаю, что да. Если мы сейчас будем бережно сохранять то, что вот у нас есть, мы создали, оно еще послужит параллельно с другим годом.